Кто-то настоящий Лондон? Я использую английский язык. Я студент. Да, я студент. Программа Lingafon. Кристина Крижанова и Ленка Сивакова. Здравствуйте. Охойте. Охойте. Мы уже немножко можем изъясняться, можем рассказать, что, как нас зовут, откуда мы, и одним словом писать, как у нас дела идут. И дела у нас всегда идут хорошо, добрые, потому что мы другого пока не знаем. Как мы ещё знаем, веникаются. Замечательно. Веникаются. Надо запомнить. Сом Вера, сом Оля. Это у нас мы себя таким образом представляем. То же самое можем использовать этот глагол сом, если по-английски это I am, для того, чтобы сказать из Кирова, сом из Кирова. И вот во множественном числе мы его использовали, сказали сме. Какие ещё есть формы? Давайте про всех попробуем сказать. Ну, тогда мы уже сказали я сом, потом будет ты си, он, она, оно, е, потом мы сме, везде, они, они, су. Ну, чтобы отложилось в памяти, давайте с чем-нибудь мы это состыкуем и расскажем про кого-нибудь что-нибудь, кроме себя. Для этого нам понадобится уже лексика с нашей сегодняшней программой. А сегодня узнаем, как можно назвать наших родственников по-словацки. Также научимся рассказывать, кем, может быть, даже где они работают. Начнём тогда, давайте, ну, самое близкое родное про маму. Подозреваем мы с Ольгой, что родственники будут звучать примерно так же, как на русском языке, так ли это. Да, это слова очень похожи. Похожи. Не может не радовать. И мама будет у нас тогда по-словацки, соответственно. Мама. И сразу же мы возьмём, наверное, и более-таки уменьшительные, ласкательные обозначения. Мамочка. Мамочка будет мамичка. А мамуля, говорят, есть какие-то ещё ласковые вариации? Мамуля, так я не слышала, но можно сказать маминька. Я так всегда говорила о моей маме. Мы, наверное, так не говорим «ты моя мама», да? Но давайте попробуем. «Ты есть моя мама» будет, да? Ты си моя мама. Си моя мама. Правильно. И местоимение «моя» здесь мы опять уже берём. «Моя» будет «моя», да? Моя. Си моя мама. А мой папа? Ты си мой отец. Си мой отец. И папочка будет? Отецко. Отецко. А папу вы не используете? Именно папа. Нет, папа не. Он мой папа, мы скажем как си мой отец. Но он мой папа будет е мой отец. Е мой отец. Он мой папа. И сестра, и сёстры. Одна будет сестра, и две будут сестри. Сестры. Какой сюрприз, да? А что с братьями? Ну, так же. Брат или братья. Тогда я скажу, что они мои сёстры. Я скажу «су» мои сестри. «Су» мои сестри. «Су» мои. Местоимения у нас западают. Можем это легко и быстро разобрать с местоимением «мой». Как оно изменяется? Всегда по роду, значит, будет моя сестра, мой брат. И мои родичия, например. Это значит родители, мои родичия. Но если это сёстры, то там будут уже… Будут мои сестри. Поскольку я говорю про сестёр, значит, они мои сестри. А я попробую сказать про моих братьев, что вы… Рискни. Вы мои братья. Вы сте мои братья. Отлично. Вообще много бывает братьев, сестёр в словацкой семье? Сейчас уже поменее. Обычно я бы сказала, что было две детей. Ну, как сказать, раньше было… Было много. Было много, да. Работали в поле. Нет, раньше я не знаю, что три… Ну, зависит от моей бабушки белобосы. И как сейчас относятся к тем, кто рискует восемь детей заводить? Помогает ли государство? Обычно у кого восемь детей или больше, чем три дети, у них не много денег обычно. Ну, это, наверное, очень мягко сказано, что не много денег. Чтобы у тебя был ребёнок, мне кажется, это как бы экономически сложно. А в весе детей в восемь раз больше. Тогда они получают просто много денег от государства. Да, всё-таки получают от государства. Да. Очень часто вот поэтому у них столько детей, чтобы получили деньги. Бизнес? Да. Но у них очень хорошие говорили, мне кажется. Но на них смотрят как на героев или как немножко сумасшедшие люди? Это как бы социальная группа людей, у которых нет образования, у которых нет работы. И только получат деньги, потому что у них ребята. Да, ну давайте пробежимся по остальным родственникам, кого мы ещё не успели упомянуть. Бабушка нас интересует с дедушкой. Бабушка может быть бабка или старка. Как это ненежно звучит для русского группа. Но для словацкого очень нежно. Да, я тоже говорила старка. А, или ещё старая мама. Тоже звучит грубо. Ну, не очень. А, я так говорила старая мама. И её нравилось. Ладно, в России так не говорится старушка. Хорошо. Ну, старка как старушка по-русски. А есть ещё такое обозначение как бабечка? Ну, это тоже как старушка. Или бабушка, но просто нежнее. То есть, никто не обижается на то, что там... Ну, скажи старушке, старушка. Не всякое будет адекватно воспринимать это слово в свой адрес. Это нормально. Это как дети говорят своей бабушкам. Есть какое-то выражение вроде нашего пожилая женщины, допустим. Уважительное, официальное обращение. Наименование женщины в возрасте, не знаю. Большое. Элегантно. Мне кажется, это будет только как пенсионер. У нас бы официально сказали двоходца. Двоходца? А что это? Ну, это как у вас слово пенсионер. Но мне кажется, другого официального слова для пожилых нет. То есть, если мы хотим перевезти старушку через дорогу, мы скажем, уважаемая пенсионерка, позвольте перевезти вас через дорогу. О, боже, нет. Всё та же пани, наверное. Да, это будет пани. А есть у вас Баба Яга? Есть. А как вы её зовёте? Баба Яга. Баба Яга. Не удивляюсь. Или Ежибаба. Ежибаба. С бабушками, с бабками и бабичками разобрались? Старой мамой. Старой мамой. Что у нас с дедушками происходит? Тоже интересная ситуация, наверное, да? Дедку, но на павелской стороне. Ну, я, например, так называла. У меня был старкий, как старка, тоже старкий. И потом у меня был старый отец. Вот смотрите, с деткой вообще никаких претензий нет со стороны носителя русского языка. Это только с бабкой. Если бабка, это какая-то злая уже получается. Сварливая такая, старая. Так, сестёр разобрали, братьев разобрали. Дальше едем. Родственные связи второго порядка. Муж и жена. Манжел, а манжелка. Манжел и манжелка. Как семья вообще будет? Родина. 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 А как родина, на самом деле, тогда? Власть. Власть? Да. А власть? Моц? Моц. Моц, что-то типа мощи, наверное. Как сила. На этом цепочку закончим. Моя семья – это я и мой муж, будем, давайте, говорить, пытаться. Моя родина – это я. Это есть, как сказать? Моя родина – тосу. Это как бы они есть. Но зависит от предложения. Моя родина – тосом я, а мой манжел. Тосом я и... А. Я – а, мой манжел. А – это и. Да. А – это и. Семья – это родина, а – это и. Я поняла, что я запомню мужа, потому что он немножко на энджел похож, если ещё добавить вначале букву «М». А кто твоя семья, Вера? Большая ли у тебя семья? Ну, давайте, да. Как мы это спросим? Маш вельку родину. Большую ли семью имеешь, да? Да. Да, это буквально так. Маш вельку родину. Моя родина – тосом я, моя мама, моя... Вот сейчас интересно будет бабичка. Пожалуй, всё. Какой-то у нас матриархат. На родине нашей. А в Словакии кого принято считать своей семьёй? Это те люди, которые живут в одном доме или с кем близко общаются? Или вообще все-все, кого можно вспомнить? Ну, я, например, семей называю всех, которых могу вспомнить. Этих, которые, например, живут далеко, и я не встречаюсь с ними часто. Но потом у нас есть такие слова, как бы близкая семья. И это... Близкие родственники. Близкие родственники. А родственники как будет? Членов я родине. То есть члены семьи? Прибузные. Члены семьи. А прибузные, конечно. Прибузные будут родственники. Это родственники. Прибузные. А Кристина, у тебя какой взгляд на состав семьи? Всё зависит. Если бы меня кто-то спрашивала, я бы просто сказала моих родителей или мою свою близкую, очень близкую семью. Потом зависит, кто это спрашивает. Потому что моя семья, все в моей семье мне в голове сейчас. Если нотариус спрашивает, то, конечно, тогда можно всех перечислить. Есть ли у вас такое понятие, как крёстные и крёстные? То есть крёстный отец, крёстная мама. Расскажите, пожалуйста, в каких отношениях крёстные находятся? Насколько это близкий человек должен быть? Обычно это очень близкий человек. Потому что люди считают, что если что-то происходит с родителями, дети будут жить с крёстными родителями. У меня это всегда семья. Очень близкая. Моя крёстная – это сестра моей мамы. Моя мама, например, крёстная, очень близкая подруга моей бабушки. Тогда это может быть или очень-очень близкая подруга, или друг, или кто-то из семьи. То есть подразумевается, что они и так вот по жизни, даже если бы были не крёстными, всё равно были бы где-то рядом, да? Ну да, такая идея. Не всегда это так происходит, но... У нас как в большей степени наставник какой-то, который будет твоей путеводной звездой, будет вести тебя по жизни, что-то подсказывать. Я себя относительно своего крестника воспринимаю как резервная мама. А я вот себя именно как наставника относительно своего крестника воспринимаю. А крестник как будет? Ну и сами вот крёстные. Крестная мама и крестный отец. Крестные. Там такое неполногласие получается. Крестные мама и крёстная мама, крёстный отец. Да, точно. А крестник или крестница? Это тот, кому они мамы... Крестные дети. Крестня. 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 Крестняско. Я не знаю, если сейчас придумала это слово или есть. Ну да, есть такое слово крестня. Крестня. Ну это очень фамильярно сказать. Редко это можно слышать. Обычно мы скажем только племянник, племянница. Ну по-словацки, но это значит по-русски племянник, племянница. А если я за своим крестником и нахожусь в родственных связях тогда как? Сын подруги. А есть ещё краснодетя. 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 Это без рода. Без рода. То есть мальчики и девушки краснодетя. Но самый главный вопрос, наверное, который Ольгу волнует, это свекровь. Как вы её называете и как у вас в Словакии к ним относятся? Мы, кстати, меня отличаем, например, свекровь и чёшу. Это всегда свекровь. По-словацки свокра. То есть и тёща, и свекровь будет свокра. Да. И свокор, если это тесть или свёкр. Это тоже всегда будет свокор. Как принято к ним относиться? И есть ли шуточки, как у нас? Да, у нас тоже в стране много шуточек для свокры. Но они, конечно, всегда плохие. Очень часто просто о том, какая она плохая и как её убили их. Это имеется в виду обе. И мужа мать, и жены мать. Обычно жены мать. Мать жены, да. Потому что в Италии мы встретили, оказывается, что шутят про обеих. Но в Словакии обычно только мать жены. Но и в России как это для... Только про тёщу больше любят. А у нас был такой цвет, который назывался свокриные языки. Тёщин язык у нас есть. Да, цветок. Тоже у нас есть. Свокриные языки во множественном числе. Да. Давайте попробуем ещё поговорить о профессиях, кем у нас тёща будет работать. Как спросить, с кем ты работаешь? Где працуешь? Где працуешь? Работать? Работать – это працовать. Где працуе? Твой манжел. Твой манжел, Ольга. И здесь я отвечаю, что профессию или место работы? Это такой странный вопрос, потому что где это спрашивает нам место, но обычно мы бы ответили профессию. То есть в данном случае мы воспринимаем это как кем работаешь? Отдельный вопрос, о кем нет. Yes. Чем працуе? Но это бы уже было очень отлично. По-разному надо сказать всё, все слова изменить. И как бы спросить, с кем ты работаешь? А кейе твое поволание? Просто это так сложное предложение. Это сложное. Мне кажется, если бы вы кого-то встретили в Словакии, вы бы спросили, где працуешь? Или ещё, может быть, что робишь? Что робишь? Но это уже надо быть в контексте. Что робишь? Потому что это просто значит, что ты делаешь. Оля, где ты працуешь? Я журналист. Значит, я? Я? Сом? Сом? Журналист будет новинар. Новинар. Сом новинар. Ну, здесь можно тоже сказать просто, працуем в радио. Я работаю в радио. И это всё будут ответы именно на этот вопрос. Тогда, если у нас несколько будет, как? Что мы работаем. Мы працуем. Мы працуем. Разберём, где ещё можно работать, если кто не знает, как мы в Центре занятости не объяснили. Врач будет просто доктор. Доктор или лекарь. 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 Банкир. То есть сотрудник банка. Банкар. Банкар. Любимая должность у некоторых людей. Чиновник. Уродник. Если мы хотим сказать, что он работает чиновником, мы скажем «е». Он. Надо начать. Он. Е. Уродник. Правильно. Он и уродник. То есть творительный падеж мы никак не поставим. А. Он просто уродник. Он чиновник. Он работает в правительстве. Процу. Что? Процу. Чем закончить? Процуем. 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 Он процена уроди. Уродник. Процена уроди. Продавец. Как будет? Продавач. Продавач. А бывают офисные какие-то сотрудники, работники? Менеджер или офисный работник? Офисный работник. Работник, да. Клерк. Или он работает в офисе? Офис. У нас будет канцелария. Канцелария. Можно сказать, он працует в канцеларии. В канцеларии. Или? Працует в канцеларии. Працует. Нет, працует. Он працует в канцеларии. А если он президент? Президент будет. Учитывая популярность Нашего нынешнего президента Можно учитывать, что когда мы приедем В какую-то другую страну, в Словакию, например Могут нас спрашивать про нашего президента И если нас спросят про него Можем ведь не узнать это слово Как мы тогда о нем поговорим? Вы не можете не узнать это слово Потому что это как на русском президент Давайте тогда придумаем что-нибудь Что отличается сильно И нам понадобится наше знание языка Чтобы распознать, о чем речь Вера нашла повара Я нашла повара У вас было такое слово Человек, который готовит пиццу Он по-русски как? Но это не по-русски В Италии его так называют И мы Но вы тоже используете этим словом У нас нет такого слова Специально для человека, который готовит пиццу А кто? Мне кажется, это было тоже как повар Кухар Вот интересное слово еще Писатель Списователь Списователь У нас бы это значило, что он у кого-то что-то списывает То есть не оригинальные произведения выдают миру Художник тоже интересно Да, художник интересно Мальяр Художник Мальяр Просто умелец А умелец Это он умеет не только рисовать, но и что-то другое Но и красить Нет, умелец как бы Это все Творец Творец Да, да Но как художник лучше сказать Мальяр А маляр тогда как будет? Так же маляр А художники не обижаются? Бабушки обижаются, художники обижаются Что такое? Они не могут ничего с этим делать А кого мы еще можем назвать умелец? Допустим, архитектором можем назвать умелец? Ну, если это очень-очень хороший архитект Дизайнером может быть Кого еще можем назвать умелец? Мне кажется, мы умелец, скажем, только для людей, которые или рисуют, или танцуют Да, танцуют, поют Танцуют тоже умелец А танцор как будет? Танечник Танечник А поют, которые? Они кто? Спевак Спевак Они умелцы Умелец для всех, которые работают в сфере искусства Да, которые занимаются искусством Вера, а кто твой любимый спевак? Он есть? Ну, его уже нет, это Фредди Меркери Он так, он всегда живет в моем сердце А как мы скажем, мой любимый спевак? Спевак Фредди Меркери Мой облюбенный спевак Облюбенный А любимая? Облюбенная? Облюбена Моя облюбена? Спевачка Спевачка Оля, кто твоя? Кто е? Кто е? Облюбена спевачка А твоя? Тоже твоя Ольга, кто е твоя облюбена спевачка? Моя облюбена спевачка Е Мирей Матье Стихотворная фраза получилась Есть ли у вас любимые исполнители? Словацкие или может быть? Нет? Спеваки Может быть, Гима Билан вам понравился, когда вы приехали в Россию? Кто из русских исполнителей вам нравится? Честно говоря, я тоже не знаю много русских Иногда мы слушаем радио, но там не всегда говорят, кто пеет тогда Ну и часто, когда мы слушаем радио, это было или в такси, когда мы ехали, там всегда такая песня про любовь И они просто отвратительные Ну что есть, то есть, что уж тут признаться А какой музыку обычно слушают в Словакии? Свою или зарубежную, англоязычную, американскую? Я без к нам больше зарубежную Зарубежную очень часто, да Но по радио часто играют зарубежную Но мне кажется, что уже люди много начали тоже в Словакию Но нет такой, которая идет в популярных программах по радио Но в таких, можно сказать, альтернативных программах Но есть, например, у нас есть такие радио, где играют Нет самих известных словацких музыкантов Но группы молодых людей, которые встретились, попробовали делать музыку на хорошее И их играют И это начинает быть очень популярно Чтобы тоже люди, у которых нет много денег для студии, для музыки Чтобы они тоже могли играть Их музыка очень хорошая И это транслируется насколько широко? Ну, во всем То есть ты включаешь радио и слушаешь каких-то там молодых, скажем, малобюджетных исполнителей Да Тот коллектив, который мы сегодня послушаем, это что за ребята? Ну, это тоже одна из этих групп, которая не так известна еще Да, это тоже молодые люди, которые, они все занимались музыкой Мне кажется, на университете Они просто, да, сделали группу И они играют известные песни Из каких это было время? Из 30-х до 50-х лет Это, они играют такие песни, которые просто самые известные в Словакии Но молодые люди их уже не слышали Потому что они такие, ну... Очень старые Очень старые, да Делают, как мы называем, кавер-версии Да А немножко о песне расскажите Звучит, мне вот очень понравился звук Как ребята играют, очень интересно Или группу еще назовите? Группа называется Словак-танго Словак-танго Но они называются Словак-танго Но так бы было, если бы мы делали перевод Но их называют Словак-танго И это будет песня, ну, что они поют просто о девушке Как им нравится девушка, как она красивая Это такая миленькая песня О, женщина Слушаем, слушаем Словак-танго Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот пряменькая песня. Я думаю, что всем сразу мотив запомнился. Давайте дословно разберём по тексту, о чём здесь они поют. В частности, наверное, всех интересует, кто такая это Зузка, Зужичка. Ну, Зузка или Зузичка, просто нежнее сказать имя Зузана. Есть такие имя? Сюзанна у нас есть. То есть это просто имя? И также Зузуленька, там их очень много. Личка Маша Акота Ружа, значит, твои шоки как Ружа. Ружа, нет такого слова? Роза? Роза, есть такой цветок у нас. Да, 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 да. Твои шёки подобны розе, поют они. А мы тоже так говорим. Ну, про щёки, как ты. Потребуешь уже лен мужа, значит, тебе надо только мужа, мужчину. Акмара Дамаш, если ты любишь меня, за меня совидашь. Ты видишь за меня замуж. Да, видёшь за меня замуж. Несколько неясен конфликт. Ну, ладно, давайте дальше. Я из узка Зузичка. Это просто, он говорит его имя. Красна си, как ружичка. Ты красивая, как роза. Сладкие пери мааш. У тебя сладкие губы. Пери мааш, значит, у тебя... А где губы тогда? А, пери. Пери. Пери мааш. Сладкие мааш? Нет. Сладкие пери мааш. Кэдьма боскаваш. Кэдьма боскаваш. Кэдьма боскаваш. А где здесь целуешь? Боскаваш. 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 Да, можно сказать. Отдай мне своё сердце. Дай мне своё сердце. Ну, это как кусочек, но... Если ты меня любишь, ты мне дашь его целое, это сердце. Ты мне дашь целое сердце, всё сердце. Не знаю, как лучше по-русски сказать. Можно без конфликта, нам понравилось. Очень поэтично, оказывается. Что ж, это была песня группы, ещё раз... Слово к тангу. Слово к тангу. Песню и текст вы найдёте в соцсетях уже в ближайшее время. Так что слушайте, наслаждайтесь. А это была программа «Лингофон». Её ведущая Ольга Балезина и Вера Власова. А также наши соведущие и преподаватели Кристина Крижанова и Ленка Сивакова. Спасибо вам. Чао. Дякуеме, чао тебе. Программа «Лингофон». Программа «Лингофон».